добрый день уважаемые девятиклассники продолжаем наше очередное занятие это занятие у нас посвящено заданием 6 и 9 перед тем как выполнить шестое и девятые по 6 9 задания надо прочитать исходный текст когда вы будете читать текст вы можете подчеркивать то что как вы считаете имена собственные какие-нибудь действительно главные ключевые понятия ключевики следовательно мы видим здесь главного героя саня мы видим других персонажей родители мы видим бабушку мы видим также и размышления алексане и главного героя о самостоятельности прочитав текст и при этом подчеркнув все основные ключевики ключевые слова и выражения вы увидите в конце задания немножечко биографическая справка о писателе этого текста перед нами отрывок из рассказа валентина григорьевича распутина и шестое задание формулировка 6 задание следующие какие из к высказывания соответствуют содержанию текста укажите номера ответов каждый раз когда вы читаете любое любую часть вы обратите внимание соотносится ли это с тем фактическим что было вами прочитано таким образом здесь конечно мы видим что в первой формулировке здесь это утверждение неверное потому что саня гораздо больше любил ходить за грибами и ягодами бывать на рыбалке чем ездить по разным городам и знакомиться с их достопримечательностями это неверное утверждение второе утверждение про бабушку сани здесь конечно тоже она тоже неправильно 3 4 5 внимательно мы читаем и соотносим с текстом исходный текст гласит что здесь правильное утверждение это 4 и 5 чрезмерная опека со стороны родителей сани связано с тем что у него не было братьев и сестер саня был единственным ребенком семье пятое саня получил возможность проявить самостоятельность потому что бабушка уехала к заболевшей дочери ответ у нас правильный как вы видите ответы цифры комбинация цифр сорок пять седьмое задание это анализ средств выразительности формулировка следующие укажите номера предложений в которых средством выразительности является фразеологизм фразеологизм как вы помните это несколько слов или же словосчитание в котором передается перено передается конечно не буквально и переносное значение фразеологизм легко можно вычислить в предложении если мы не видим знаков они не выделяются знаками препинания так следовательно внимательно прочитав первое второе и пятое предложение по порядку вы увидите что фразеологизм и находится предложение предложение во втором потому что мы видим здесь сочетание да в конце концов это фразеологический оборот и мы увидим также фразеологический оборот это в предложении первом заявить раз и навсегда следовательно у вас ответ правильные ответы будут комбинация цифр 1 2 12 задание 8 лексический анализ формулировка задания надо найти в тексте слова которое имеет какое-нибудь значение на примере данного варианта мы видим что надо найти значение слова ученый занимающийся исследованием истории образования земной коры особенности и строения состава размещения в ней полезных ископаемых выпишите это слово лексическое значение конечно вы знаете что этот ученый по тексту мы находим это то чем занимается отец главного героя пишем ответ геолог геолог когда вы будете проверять обязательно не забудьте перенести все ответы если у вас был черновик на бланк ответов номер один проверьте чтобы каждый ответ был записан строки с номером соответствующего задания мы переходим к третьей части третья часть это написание из сочинения сочинение вам предлагается три варианта 91 92 или 93 91 как вы видите перед вами лингвистическое сочинение рассуждения надо написать высказывание по высказыванию определенного ученого лингвиста на данном примере мы видим высказывание федора александровича абрамова слове сокрыта самая великая энергия известная на земле энергия человеческого духа главное требование когда вы аргументируете свой ответ надо привести из исходного текста прочитанного вами два примера 92 92 это сочинение рассуждения объяснения понимания истолкования смысла финала исходного текста как вы видите на данном примере смысл финала следующий люди только на чужой взгляд остаются в общем ряду каждый из них в отдельности на мой свой взгляд выходит вперед иначе жизнь не имеет смысла многое для сани находилась тут еще в тумане на ощущение того что он вышел вперед была отчетливая и радостная как ощущение высоты когда открываются дали как мы видим когда вы прибудете в сочинении два примера из исходного текста вы должны уметь применять цитирование или указывать на номера предложений 93 этот вариант предполагает что вы должны также истолковать или объяснить значение слов или совочтаний нравственных понятий как мы видим на данном примере предполагается разработчики вам от вас от вас требует чтобы вы написали что значит быть самостоятельным ответили на этот вопрос при этом вы должны использовать не только объяснить значение но и привести два примера из исходного из одного из исходного текста и второй пример это из вашего жизненного опыта и так для того чтобы выбрать из трех из трех вариантов девять один девять два или девять три вы должны уже осмысленно сейчас работать с учителем он конечно же вам уже давно объяснил какие различия какое сходство бывает между этими тремя видами работы все три сочинения рассуждения они разные но предполагают написание вами связного текста вашей работы далее мы рассмотрим подготовку третьей части 3 часть как вы уже знаете до написания сочинения рассуждения 911 92 и 93 ваша задача выбрать одну из девяти вот трех предполагаемых вариантов как показывает практика большинство учащихся девятиклассников пишут сочинение рассуждения 93 скелет сочинение рассуждения 93 это всегда ответ на конкретно поставленный вопрос как вы видите здесь дается словарик основных понятий 2020 года если мы возьмем например нашего варианта то конечно же работа по сочинению 93 во-первых предполагает чтобы вы объяснили своими словами или же полагаясь на словарь любой словарь толковый словарь как и вы помните объяснее объяснили значение слова как вы помните дается разные нравственные понятия такие как верность дружба предательство любовь или внутренний мир человека если мы возьмем из этого года то конечно же на примерах некоторых вариантов мы увидим что даются предполагаемые до саня это такие значения слов как авторитет бескорыстие благодарность и далее как вы видите это всегда абстрактное понятие она может быть и многозначным поэтому вы объясняете значение этого слова только опираясь на исходный текст если вы возьмете слова благодарность то в первую очередь вам надо написать определить значение этого слова перед вами будет так называемый следовательно тезис вашей работы благодарность это правильное отношение к тому кто оказал тебе помощь благодарный человек всегда помнит добро и отвечает на него тем же чувство которое обязывает человек отвечать добро на добро после тезиса всегда дается истолкование понятия этого нравственного состояния как вы помните во вступлении вы пишете определение затем своими словами поясняете объясняете это свой тезис а дальше переходите к основной части в основной части вы пишете вы пишете первый пример из исходного текста например на когда мы с вами разбирали пример из рассказа по рассказу по рассказу распутина то мы видели что самостоятельность главного героя прежде всего это конечно же умение ухаживать за собой умение бороться с теми трудностями которые выпали на его жизнь поэтому самостоятельность мы определяем вы можете оформить этот пример как микро цитатами так и конечно же указав источник ссылки номера предложений возьмем наряду с положительными понятиями могут быть и отрицательные такие как зависть пустая красота внутренняя или внешне что главнее указав свой пример аргумент из текста вы конечно же из своего читательского опыта укажите свой второй пример я полагаю что у вас читательский багаж действительно это домашняя ваша золотая полка любимой художественной литературы не забудьте написать заключение где вы все а подытожить и обобщите и действительно придете к своему выводу ни пуха вам ни пера что она будет уровень то есть и и и и